Привет! Сегодня мы с вами поговорим про карму, а в частности про то, как понять, что она жестко действует в нашей жизни, что события в нашей жизни зажимают нас, что карма активна и нам пора с этим что-то делать. Но прежде поговорим немножко про карму в общем. Чаще всего мы считаем карму чем-то негативным, чем-то, что мешает нам, портит нам жизнь. Но на самом деле карма нам всегда только помогает. Представьте, что карма это условия вашей жизни. Душа пришла за определенным опытом и карма это как условие игры, чтобы получить именно тот самый опыт, за которым вы сюда и пришли. И когда мы начинаем сопротивляться тому, что происходит, то есть по сути не следуем своему пути, не идем по своей миссии, вдруг обнаруживается, что жизнь начинает нас давить, возникает ситуации, в которых мы чувствуем некую невыносимость, как будто бы у нас нет никакой свободы, мы просто не можем ничего выбирать, словно вся жизнь предрешена за нас. И это говорит о том, что карма в нашей жизни активизировалась. Итак, по каким параметрам мы можем понять, что в нашей жизни жестко действует карма? А это в свою очередь значит, что мы немножечко свернули со своего истинного пути. Первое, на что нужно обратить внимание, это на ощущение невыносимости. Когда вы оказываетесь в каких-то ситуациях или встречаете каких-то людей и ощущаете внутри такое ощущение, как не могу с этим справиться, это невыносимо, это слишком жестко, у меня нет никакого выбора. Вот это первый признак того, что наша карма очень активна. Представьте, что мы словно уперлись в стенку и пытаемся идти в нее, и, соответственно, жизнь, можно сказать, давит нам навстречу. Второе, о чем мы должны помнить, это повторяющиеся ситуации. Представьте, что на вашем жизненном пути есть словно такие аномальные зоны гравитации, это ваши жизненные уроки, вы их не знаете, они для нас невидимы, но они нас всегда притягивают. И можно сказать, что в нашей жизни есть несколько, условно говоря, таких точек, вокруг которых мы как планеты крутимся, постоянно оказываясь в одних и тех же ситуациях. Поэтому проанализируйте ваш жизненный путь, посмотрите, есть ли какие-то ситуации, которые повторяются по принципу. То есть они могут быть с другими людьми, в других обстоятельствах, но сам принцип ситуации будет тот же самый. Это второй момент, на который нужно обратить внимание. И третье, это общее ощущение несвободы. Когда вы не чувствуете, что у вас есть свобода выбора, вы словно вынуждены выбирать между одним, другим, и нет никакой свободы. То есть как будто бы нельзя выбрать третье, словно вас жизнь все время загоняет в угол. Если вы встречаете такие ситуации в жизни, если вы ощущаете невыносимость и постоянно крутитесь в повторяющихся ситуациях, это говорит о том, что мы чуть-чуть рассинхронизировались со своей миссией, идем чуть-чуть не по своему пути, словно упираемся в стенку. Зачастую мы ничего не делаем в таких ситуациях, то есть мы их не проходим, не проходим свои кармические уроки, потому что нам непонятно, что такое карма глобально. Мы не знаем, как ее понять, пощупать, с чего начать работу с ней. То есть в каком-то смысле боимся, а боимся мы всегда того, чего не знаем. Друзья, я хочу вас пригласить на свой бесплатный вебинар по карме, на котором мы разберемся с вами, как устроена карма именно в вашей жизни, как она образовалась, почему ваши жизненные уроки именно такие, почему ситуации, в которых вы оказываетесь, вас преследуют. Собственно говоря, это способ понять свою карму и приблизиться к пониманию своего пути и своей миссии. Ссылочка есть под видео. Пожалуйста, присоединяйтесь. Буду рад вас увидеть.